Сад без границ Налакомимся черешней сейчас Ваша любимая ягода? С детства обожаю Посадил три черешни Ну не знаю правильно ли, прижимутся ли они Ну вроде прижились Как они будут плодоносец, какой год И что за сорта? Несмотря на то, что многие считают черешню Деревом южным Которое в наших широтах редко когда выживает А тем более дает нормальный урожай На сегодняшний день Существуют сорта и гибриды Которые не только выдерживают низкие температуры Но и могут расти на нашем участке Долгие годы в течение 40-50 лет И давать стабильный урожай Здорово, я думал что В принципе вишни только Возможно посадить А потому я увидел у вас на участке Отдельные растения С которыми надеюсь вы прямо сейчас нас и познакомите Пойдемте Пойдемте Как я понял Вот эти посадки вдоль которых мы двигали сейчас Это все ваших рук дело Да Откуда опыт садоводства? Неоткуда на самом деле Просто вот Жизнь заставила Вот надо же сажать И рискнул Посмотрел в интернете Почитал Это действительно знак того Что растение укоренилось А почему оно долго сидело и не росло Я вам отвечу Я вот даже посмотрев беглым взглядом на ваши посадки Понял что вы сюда специально грунт питательно не завозили И наверняка у вас не сделан слой дренажа снизу Это же надо знать Это же надо знать Наверняка еще при посадке вы заглубили немного корневую шейку И после посадки земля осела И она оказалась заглубленной Для многих деревьев и для черешни особенно Это один из очень важных факторов Которые нужно учитывать Поэтому лучше она будет чуть-чуть приподнята Со временем конечно земля осядет Но в этом случае дерево сделало все за вас То есть оно все ваши ошибки и огрехи превратило в собственные возможности Ну да, я очень рад что вы ко мне приехали и что я много сегодня узнаю А я очень рад что вы меня пригласили И может быть я смогу изменить какую-то ситуацию с растениями на вашем участке И на примере одной из черешин мы покажем всем нашим телезрителям Как правильно осуществлять посадку Замечательно, я очень рад Черешни растения экзотическое, теплолюбивое Первое упоминание о нем древними греками Датируется четвертым веком до нашей эры Сегодня многие сорта черешни поменяли место жительства Южанки превратились в северянок По некоторым данным в России внедрено 14 сортов зимостойкой черешни Растение действительно южное Но эти сорта выведены непосредственно в нашем климате Каким образом? В основном путем многолетней работы селекционной Взаимных скрещиваний, отбора, более зимостойких сеянцев Те, которые у нас выдерживают испытания морозом в минус 30 градусов как минимум Обычно это растение в одиночестве не плодоносит Всегда нужна компания косточковых Поговорим о самых популярных сортах Ипуть Среднерослое растение Высота взрослого дерева около 3,5 метров Цвет ягод от красного до почти черного Дает от 20 до 50 килограммов плодов с дерева В зависимости от условий и агротехники Устойчиво к заболеваниям, однако, требовательно грунту Фатеш Деревья достаточно зимостойкие Не боятся возвратных заморозков И не подвержены заболеваниям Высоту могут достигать 5 метров Ягоды у черешни Фатеш округлой формы, красно-желтого цвета При правильном уходе урожайность до 30 килограммов с дерева Тютчевка Как и другие ее сородичи, специально выведенные для нашей полосы Не боится морозов, болезней и вредителей Высота дерева достигает 4 метров Плоды этой черешни ровные, красивые, имеют черно-красную окраску Урожайность средняя около 16 килограммов с дерева Нуждается в опылителях И сорт Горянка Выведен еще в прошлом веке, однако до сих пор популярен Поскольку эта черешня Обладает сдержанным ростом, устойчивостью к засухе, заморозкам и болезням Высота взрослого дерева около 4 метров Плоды окрашены в темно-бордовый цвет, мякоть сочная Сорт замечательен тем, что дает урожай Даже если на участке высажено одиночное дерево Хотя, конечно, при наличии косточкового соседа Ягод будет еще больше Ну вот мы и подошли к месту посадки нашего черешневого дерева Вот я первым делом хочу познакомить тебя с тем, что будет у нас расти И, соответственно, мы под это дерево, под этот сорт подберем правильную посадочную яму Посмотри-ка Это саженец Ты посмотри, какого он размера Высокий Это говорит о том, что у него годовой прирост очень большой Это действительно крупное дерево черешни сорта Юлия Сорт черешни Юлия, он является, на мой вкус, очень интересным Посмотри Во-первых, скорость роста Это большое крупное дерево Некоторые черешни могут достигать высоту до 30 метров Можешь себе представить такое дерево? Молодец Ну, у этого сорта все-таки рост будет немного ограниченный Я думаю, что 10-12 метров для этого дерева тоже достаточно много И, кроме его, под сенью этого дерева можно разместить сколько угодно посадочных мест Можно поставить лавочку, можно поставить качели, а можно поставить и растянуть гамак Здорово же? Отлично Да, а еще этот сорт в самые хорошие годы может давать одно дерево До 50-55 килограммов отборных ягод желтого цвета, насыщенной такой янтарной окраски Очень сладкой ягоды и при этом с легкой кислиткой Вот, мне кажется, это идеальный вариант Идеальный вариант Поэтому, значит, и листья, да, чуть-чуть? Естественно, у каждого сорта свой цвет листва Если бы у нас была красноплодная, допустим, ягода, то листья были бы насыщенной темной окраски Ну, я думаю, что... Ну, мне очень нравится, и я считаю, что здорово, что в моем саду будет и такой классный Да, декоративно-лиственная, посмотри, какая... И красивая, еще и желтая, ну, и желтая, причем холодная шикарная А еще знаешь, почему мы сегодня можем посадить с тобой всего лишь одно дерево? Почему? Дело в том, что черешни, они нуждаются в переопылении То есть нужно как минимум несколько деревьев И я, зная о том, что у тебя на соседнем участке уже находится черешневое дерево Можем здесь разместить одно дерево, которое будет переопыляться прямо через забор с соседним Шикарно! Здорово! Как раз черешни вот Или лишними черешними И я не сомневаюсь, что будет отличный урожай У черешни есть одна интересная особенность Она может переопыляться не только от черешни, но и от вишни, например И давать прекрасный урожай именно черешни Не будет гибридов черешни вишневых Здорово? Шикарно! Дерево крупное, корневая система будет мощная Поэтому посадочная яма у нас должна быть больше намного, чем тот земляной ком, в котором сейчас находятся растения Поэтому Юлия отправляется в сторону, а мы с тобой размечаем размер посадочной ямы Вот если бы мы сажали с тобой по всем правилам, и у нас впереди был бы еще целый световой день Мы бы с тобой сделали нормальную яму метр на метр и на метр в глубину Мы бы ее сделали с тобой по осени, а посадку начали бы только весной, когда уже грунт осядет И сделали бы по всем правилам Но сажение с тобой уже привезли, сажать его нужно И до весны он должен дожить и укорениться Поэтому сегодня делаем яму по правилам, но несколько в уменьшенном размере Сделаем ее, допустим, 60 на 60, получится? Да Посадочная яма хороша Вот получаешь удовольствие от того, что на своем участке работаешь Вот своими инструментами в своей родной земле Да, 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 грызаешься, как червь буров Так, мы тогда с тобой поступим следующим образом Смотри, вот если почва на участке глинистая, для черешни будет большой проблемой, что ее корни будут постоянно замокать Вот представь, мы грунт сейчас разрыхлили, а после дождя он будет впитывать влагу Постоянно будут у черешни мокрые ноги Это ужасно Более того, на участке, где находятся очень неглубоко грунтовые воды Если они не глубже полутора метров То сажать на таком месте черешню это преступление Ее нужно будет сажать на холм Для того, чтобы она имела возможность свои корни распустить И при этом не погрузить их в воду Это очень важно И при посадке саженца мы с тобой будем использовать замечательный материал Который называется керамзит И он будет замечательным дренажом Держи, тебе пакет? Мне пакет Мы их сейчас разрезаем и насыпаем содержимое этих пакетов на дно посадочной ямы Мы насыпали слой дренажа Для того, чтобы лишняя вода уходила вниз И вокруг корней нашего молодого деревца она не скапливалась Это действительно очень хорошее агротехническое мероприятие Которое мы с тобой сейчас выполнили А еще у нас с тобой есть часть грунта такого песчаного И часть грунта глинистого Мы можем смешать эти два важных составляющих грунта И будем засыпать сюда, но используя при этом минеральное удобрение Для чего? Для того, чтобы растение, которое свежепосаженное Получило все необходимые питательные элементы Пока корневая система еще не проникла в стороны А как только буквально на второй-третий год корни пойдут в разные стороны Они сами не переживай, добудут себе пропитание Правда, у черешни есть одна особенность Она любит очень питательный рыхлый грунт Поэтому мы после посадки сделаем с тобой валик специальный В который будем на следующий год по весне закладывать необходимое питание Это может быть компост, это может быть перепевший навоз Это то органическое питание, которое вскоре будет использовано растение Идет? Да А еще я прихватил, знаешь, какую замечательную с собой вещь? Помимо, естественно, минеральных удобрений Есть жидкие удобрения, которые называются гуматы Так вот, гуматы – это есть вытяжка из самой плодородной почвы Это получается концентрат того, что необходимо растению Поэтому в воду, которой мы будем поливать растение после посадки Мы безбоязненно наливаем вот этот раствор гумата Который позволит растению очень быстро получать все необходимое питание для него Кстати, ты можешь потом еще этим раствором пользоваться неоднократно Он очень экономичный и помогает расти многим растениям, которые посажены в твоем участке Шикарно! Можно даже полить будет мои березы Конечно, все березы польем Для растения важно три макроэлемента Самый главный – азот, второй – фосфор и третий – калий Так вот, азот понадобится нашему растению весной Для того, чтобы в течение лета была большая вегетативная масса Росли новые зеленые побеги А если мы по осени добавим азот, то появившиеся побеги попросту зимой обмерзнут Они не успеют созреть, вызреть, как говорят биологи Поэтому сейчас мы при посадке используем только фосфор и калий Азот используем весной Понял? Давай, еще немножко заполняем грунта и я подсыпаю минеральных удобрений Теперь давай посмотрим, насколько корневая система нашего саженца является развитой и насколько глубокая посадочная емкость, которую мы с тобой сделали Для посадки растений обычно отводят либо раннюю весну, либо осень Так вот, в течение всего сезона, в принципе, и летом, и весной, и осенью Можно сажать саженцы только с закрытой корневой системой Не обязательно они будут посажены в горшок Важно! Бывают недобросовестные производители, которые выкапывают саженец, вставляют его в горшок и продают растения с закрытой корневой системой А вот проверить, обманывают нас или нет, очень просто Нужно просто вытащить саженец из посадочной емкости и посмотреть на его корневую систему Если она плотно оплетает весь земляной ком, корни, ты видишь, молодые, растущие, также пробиваются через сетку, которая тоже этот ком формирует То мы можем спокойно, без повреждения корневой системы, это растение переносить с одного места на другое И, соответственно, болеть оно будет намного меньше и быстрее приживется Это очень хороший высококачественный саженец, который был выращен именно в этой емкости, из которой мы ее достали И теперь давай померим, насколько глубоко мы будем сажать нашу черешню Посмотри-ка, если бы мы ее закопали вот по этот уровень, подвязочный колышек нам потребуется чуть позже Мы бы это растение с тобой потеряли Оно бы вообще, ну как минимум не один год простояло на месте без всякого роста, а то и попросту никогда бы не вступило в пору плодоношения Мы должны с тобой будем приподнять растение для того, чтобы вот этот уровень корневой шейки совпадал с уровнем почки И еще, посмотри, у нас посадочная яма, мы выкопали столько грунта Соответственно, правильно, правильно ты принес Вот, мы должны вот примерно до этого уровня посадить Правильный подход Вот, поэтому, да, тут важно соблюдать и правила, и использовать, конечно же, интуицию Давай-ка немножко подсыпаем грунта Свежий Ага, давай-давай Песок – отличный субстрат для черешни Но в этом случае он будет легко промываться водой Органика будет плохо задерживаться, поэтому дополнительно подкармливать ежегодно черешню все-таки придется Лучшее время для органической подкормки – это весна Ну, до весны еще нужно дожить, как говорят Угу Есть такое дело Все уже Теперь следует полив для того, чтобы под растением не образовалась воздушная прослойка Угу Ну вот, замечательно Теперь мы опускаем на дно подготовленной посадочной ямы нашу черешню И следим теперь за вертикалью Все-таки от того, как будет посажено растение, будет его зависеть дальнейший вид Как оно будет себя, это растение, чувствовать Я думаю, что мы немножко можем выправить растение по вертикали Но посадим мы немножечко под углом Да Вот так Немножко уберем верхнюю часть Тут нет корней, поэтому мы землю можем немножечко распотрошить И вот как раз видим обнаженную корневую шейку, которая должна у нас быть врумить землю Да Ну, теперь мне проще, наверное, не лопатая Так, очередного как лучше Вот посмотри, чтобы нам соблюсти вертикаль и не повредить корневую систему Давай оттыкай аккуратненько Ага Ну вот, теперь вдвоем вам будет намного проще держаться при порывах ветра и так далее Ну, еще нам надо часть земли добавить, мне проще это вручную сделать Давай сюда ищем Да И сидим Мы почти закончили посадку дерева И сейчас самое время организовать подвязку Но пока мы это делаем, вы узнаете о пользе плодов, которые будет давать это растение Интересный факт В плодах с темной окраской больше полезных веществ Это если сравнивать с ягодами, ярко-красными или желтыми В среднем в 100 граммах черешни содержится 15 миллиграммов витамина С 230 миллиграммов калия, который, как известно, нормализует работу сердечно-сосудистой системы И почти 2 миллиграмма железа, 33 кальция и 28 миллиграммов фосфора А кроме того, в черешне есть каротиноиды, биофлавоноиды и антоцианы, продлевающие молодость нашего организма Черешня, она отличается, во-первых, высокой питательной ценностью Это тоже немаловажно Здесь в основном это углеводы, которые очень хорошо усваиваются Не в виде сахарозы, а в виде фруктозы И здесь очень такое гармоничное сочетание кислоты и сахаров Так называемый сахарокислотный индекс И вот благодаря его высокому значению эти плоды могут употреблять практически все люди Даже те, у кого не вполне здоровый желудок, там есть проблемы с желудочно-кишечным трактом Некоторые сорта черешни дают плоды уже в конце июня Другие созревают в июле, третьи – в августе Если на вашем участке много деревьев, то все лето вы будете наслаждаться сочными ягодами Однако обратите внимание на особенности их хранения Ранние сорта, они практически не хранятся У них такая более водянистая мякоть Это, например, чермашная Она хороша в основном для потребления в свежем виде А лучше прямо с дерева А вот такие сорта, как тюльчевка, фатеш Они могут полежать в холодильнике, ну, дней 7-10 Что для этого надо? Надо снимать плоды в основном в фазе полной зрелости, как ни странно Снимать надо очень аккуратно, с плодоножкой И сразу укладывать в небольшие контейнеры Потом эти контейнеры мы ставим в холодильник Оптимальная температура – это все-таки верхняя полка холодильника вполне подойдет И объем должен контейнеров быть небольшим, где-нибудь полкилограмма Кстати, не менее полезны и листья черешни Из них готовят отвары для поднятия иммунитета Я знаю, как бывает жалко подрезать свежепосаженные растения Вот кажется, оно только дало такой замечательный прирост Но чем больше мы подрезаем ветви у растений, тем более пышный становится крома И, соответственно, видишь, центральный проводник или самую верхушку Уже подрезали те люди, которые работают в питомнике Для того, чтобы высота штамба была небольшая у дерева А все ветви были компактными И под солнце попадали практически большинство листьев этого саженца Поэтому мы кончики ветвей можем подрезать Делаем срез прямой, ровный, сразу над почкой Вот таким образом И теперь этот побег будет сформирован как основная скелетная ветвь Пойдут новые побеги, и, соответственно, крона будет равномерно обмешана А эти тоже надо Эти можно также обрезать Делаем прямые срезы Здесь И вот здесь Мы оставили достаточно листьев для того, чтобы растение успело подготовиться к зиме Достаточно питательных веществ перетечет в корни И растение хорошо перезимует Но мы с тобой не сделали еще очень важное дело Мы с тобой наполнили лейку водой Но не добавили сюда питательный компонент в виде гумата Он растворяется очень легко На 10-ти литровую лейку нам потребуется примерно 80 миллилитров этого удобрения 80 миллилитров знаешь сколько это? Ну, чуть меньше стакана Да, поэтому можешь смело наливать Гуматы очень хорошо растворяются в воде И поэтому пока ты лейкой сейчас будешь наливать сюда воду Прекрасно этот раствор будет действовать на корни нашей системы Растение лучше укоренится Лучше будет питаться Поэтому давай, не затягивая, проведем это важное мероприятие Не бойся, поливай Это и природный стимулятор корнеобразования у растений Пока вода с питательным раствором гумата проникает к корням нашего растения Я хочу сказать, что существует еще один очень важный агротехнический прием Который мы сейчас можем с тобой провести Я с собой прихватил замечательный мульчирующий материал Это сосновая кора Держи тебе пакет и мне пакет Для чего нужен мульчирующий материал? Он, во-первых, препятствует излишнему испарению влаги То есть мы таким образом избегаем излишних поливов Во-вторых, эта органическая составляющая со временем становится также питанием для растений И более того, под мульчирующим материалом очень хорошо зимует корневая система теплолюбивых черешин Мульча – это любой органический материал Это может быть сено, это может быть солома, это могут быть листья, собранные под деревьями Естественно, без болезней, без вредителей А может быть сосновая щепа, кора и так далее Главное предназначение – это действительно запах шумовой Теперь этот запах переселяется на свой участок И можем насыпать Обычно молодые саженцы до самых морозов держат на себе листву Но чаще всего она опадает самостоятельно Если же после наступления низких температур листья остаются, их легко можно убрать для того, чтобы не произошло обмерзание кроны А верх саженца можно укрыть легким нетканым укрывным материалом, который поможет избежать излишнего иссушения кроны У меня, кстати, нет такого материала, это что? Это современный материал, он очень легкий, дышащий, он пропускает не только воздух, но и влагу Укрыв это растение с помощью вот такого тонкого, легкого, нетканого материала Можно будет помочь этому растению перезимовать, но только после того, как листья полностью опадут Эта ткань вам пригодится, поэтому я с удовольствием оставляю вам ее У вас много растений и все они будут нуждаться в вашей помощи Спасибо большое Очень рад был, что вы ко мне приехали Спасибо вам большое за помощь, за подсказку Я теперь научился правильно сажать черешню А мне доставило большое удовольствие смотреть на ваши глаза и понимать, что теперь этот опыт пригодится вам в течение всей жизни Вы теперь сможете организовать свой собственный черешневый сад Ну а в следующее лето я вас жду, если будут плоды, будем есть черешневый сад Я думаю, что годика два бы нам для того, чтобы это дерево набралось сил и приступило к цветению Вы смотрели очередной выпуск программы «Сад без границ» И я, ведущий Сергей Новиков, предлагаю посмотреть вам и другие выпуски нашей программы Для того, чтобы узнать о новых экзотических растениях, которые можно смело посадить в нашей средней полосе Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok